Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет очень полезный ролик, внимание, для всех тех, у кого есть действующий кредит, ведь речь сегодня пойдет о банкротстве. В этом сюжете мы пообщаемся с людьми, кто занимается этим профессионально. Мы зададим им все вопросы, на которые вам нужно знать ответы. И досмотрев этот видеоролик до конца, вы будете знать и понимать, как происходит процедура банкротства. Многие люди в нашей стране берут кредиты, думая, что завтра все будет хорошо, а завтра становится все, мягко говоря, нехорошо. И нужно должочек отдавать, звоночки-то идут, коллекторы начинают звонить. Что делать? Для физических лиц доступна процедура банкротства. Сейчас я вам по ней дам кратенькую справку, после чего мы отправляемся вот в это замечательное здание в центре Москвы, где пообщаемся с ребятами из крупной компании, которые этим занимаются профессионально в последние 6 лет. Приятного вам просмотра! Досмотрите ролик до конца, ведь он вам будет полезен. В октябре 2015 года, когда стукнул очередной кризис, Госдума в срочном порядке приняла поправки в 127-й федеральный закон. Зовется он о несостоятельности банкротства. Поправки позволили проходить процедуру банкротства не только юридическим, но и физическим лицам. Сегодня любой гражданин, имеющий долг, может обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом. Так как государство не выделило эфирного времени на своих телеканалах, чтобы рассказать населению о появившейся возможности, этим начали заниматься различные юридические компании. Среди прочих была и компания «Современная защита», в гости которой мы сегодня отправляемся. Мы пообщаемся с тремя ключевыми сотрудниками компании, среди которых будет генеральный директор, будет директор по региональному развитию и руководитель юридической практики, который нам как раз таки детально расскажет всю актуальную информацию. Изначально этот ролик вышел, внимание, на полтора часа. Я постарался оставить все самое интересное и самое полезное, чтобы вы не заскучали. При этом директор расскажет, как ему пришла идея открываться, региональный директор по развитию расскажет, как они развивались по регионам. В общем, это действительно полезно. И, внимание, бесплатная информация для вас. Включите его на фоне, в машине, дома, где угодно. Но эта информация заслуживает вашего внимания. В любом случае, в качестве благодарности за предоставленную информацию я оставлю ссылочку в описании на компанию «Современная защита». Приятного просмотра! А вот сейчас прям внимательно все слушайте, потому что Алексей нам все-то детально и расскажет. Самая ключевая информация по теме банкротства будет донесена именно им. Алексей, расскажи, пожалуйста, как вообще происходит вся процедура банкротства? На кого она направлена? Подчеркиваю, мы сегодня делаем акцент больше именно на физических лицах. Кто под нее попадает? Как это все начинается? Дай вводные данные. Ну, прежде всего, нужно отметить, что банкротство – это процедура социальной и финансовой реабилитации. В случае, если гражданам тяжело обслуживать свои обязательства, они обязаны обратиться к этой процедуре. Кто подходит под банкротство? Под банкротство подходят граждане, которым сложно платить по кредитам. В законе использована более сложная формулировка, но, в принципе, если мы оцениваем перспективы банкротства наших клиентов, то тот, кому тяжело платить по кредитам, кому после того, как вы заплатили за квартплату, за аренду жилья, на продукты, детям, не осталось средств, чтобы платить кредит, вы должны обратиться за банкротством. Процедура сама по себе состоит из двух частей. На первом этапе мы проводим финансовый анализ, мы проводим юридический анализ. Очень важно к банкротству подойти подготовленным, и я чуть позже расскажу, почему. Важно понять, как будет проходить процедура. Это все делается юристами на предварительной консультации. Следующий этап – это подготовка заявления и направление его в суд. После того, как суд рассмотрит заявление и признает его обоснованным, начинается следующий, уже завершающий этап – процедура самого банкротства, когда к делу подключается назначенный судом управляющий. И здесь очень важно для клиентов, для граждан грамотно взаимодействовать с этим управляющим, отвечать на его вопросы, на его запросы, предоставлять им необходимую информацию, всячески содействовать. Почему? Потому что именно управляющего суд просит ответить на основной вопрос, который нас интересует – списывать долг по окончании процедуры или нет. Вот этим как раз и занимаются профессиональные представители. Мы делаем так, чтобы до такой степени облегчить работу управляющего, представить им необходимую информацию, чтобы ему было без проблем, без труда составить заявление о том, указание о том, что долг нужно списать. Супер! Но есть ряд вопросов сразу. Вот мне, допустим, человеку, который ни разу не сталкивался с процедурой банкротства, я сделал публикацию в инстаграм нашего канала, вопросы, которые написали люди, я тебе еще задал. Но самое стандартное, с чего начинается путаница, некоторые говорят, что для того, чтобы попасть под процедуру банкротства, долг у человека должен быть свыше 500 тысяч рублей раз. Другие же начинают говорить о том, что если ты идешь на процедуру банкротства, то у тебя не должно быть у тебя ничего, ни машины, ни квартиры, потому что это все могут отнять. Повторюсь, банкротиться может то лицо, которому после того, как он из своего дохода оплатит необходимые минимальные расходы, тяжело платить по кредитам и по другим обязательствам. То есть, если по кредиту платить тяжело, вам не хватает, вы, допустим, откладываете покупку необходимых вещей, вы не можете сделать ремонт в квартире, вам не хватает средств элементарного на питание, но вы исполняете обязательства по кредиту, вы фактически уже банкрот. И вам стоит рассмотреть вопрос об инициировании этой процедуры. Что касается имущества, это, в принципе, наверное, самый ключевой вопрос, о котором вообще стоит поговорить, когда мы рассказываем о банкротстве, потому что платой за списание долга является то, что у должника забирают все имущество, кроме единственного жилья. То есть, единственное жилье, которое не ипотечное, оно сохраняется гражданину. Да, сохранятся еще и предметы домашней, бытовой обстановки, кое-какое другое имущество, но в целом, например, машины, вторые и третьи квартиры, земельные участки, закон требует продать, хотя бы, чтобы частично погасить задолженности. Конечно, риски утраты имущества – это самые основные проблемы, с которыми сталкиваются те, у кого есть проблемы с финансами и с оплатой по кредитам. Здесь нужно пояснить, что не все так просто и не все так сложно, в принципе. В процедуре банкротства мы готовы сохранить, и закон это позволяет сохранить не только единственное жилье, но и долю в земельном участке, долю в еще одной квартире, например, земельный участок, который предоставлен по программам региональным содействия семьям или материнский капитал, транспортные средства, которые необходимы должнику, чтобы, например, перевозить детей в школу или озаботиться о своих родителях. Мы и любой грамотный юрист подскажет клиенту и банкроту, как провести процедуру так, чтобы максимально защитить свои имущественные интересы. То есть закон предполагает, что мы должны забрать у гражданина все, но в целях соблюдения баланса интересов, других каких-то ценностей мы можем сохранить кое-какое имущество, в том числе и достаточно серьезные объекты, например, доли в квартирах. Вот типовая ситуация, с которой мы часто сталкиваемся. Например, у должника есть квартира, в которой он проживает, и треть, например, в квартире, которая еще досталась его семье в приватизации. И вот по закону эту треть мы должны по-хорошему продавать, если буквально следовать норме закона. Но есть инструменты, чтобы сохранить эту квартиру. Следующий вариант. У вас машина, вы входите в процедуру банкротства, но вы живете в 8 километрах от школы, допустим, и нету автобусного сообщения. И в этом случае тоже суд может сохранить вам машину, чтобы перевозить ее детей. Но вот здесь начинается эта тонкость, потому что нету, есть машина 8 километров от школы, а если ты живешь в городе, то теоретически ты под это уже как бы не попадешь. Конечно. То есть, каждую ситуацию нужно разбирать. Вопрос такой, есть ли попался хитрый клиент? Ну вот, например, я решил обанкротиться. У меня есть квартира, у меня есть машина. Я беру такую машину, переписываю на отца или на друга переписываю. Ну, неважно, вроде бы как я ему ее продал, подарил, избавился от машины. При процедуре банкротства есть ли какой-то период времени, за который будут отслеживать все мои вот эти вот махинации финансовые? Я вчера продал, сегодня подался на банкротство, и мне скажут, слушай, товарищ, давай-ка не юли, и как-то этот вопрос мне аукнется. Да, это еще одна особенность банкротства. Дело в том, что у должника не только имущество проверяет, но и сделки, которые он совершал с имуществом, как минимум за последние три года. Вот что может быть? Я, насколько знаю, отдаленно, вот ты как раз сейчас несешь ясность, что бывают люди, покупают машину у человека, а потом выясняется, что этот человек начал в отношении себя процедуру банкротства, и у них бывают проблемы с купленной машиной. Да, действительно, в течение года можно оспорить сделку, если она совершена на нерыночных условиях. И вот здесь вот как раз с такими проблемами сталкиваются покупатели. Значит, а, во-первых, нужно сделку оформлять вовремя, да, в течение 10 дней, если мы говорим о машине, нужно оформить, и б, на рыночных условиях. Вот эти сделки за 225 тысяч рублей машины, которую все любят, они, к сожалению, как раз и подводят людей. Если машина стоит 500, и вы оформили ее дешевле, то в течение года эту сделку можно оформить. И, к сожалению, мы сталкиваемся с такими случаями, и это очень неприятно, но тут никуда не денешься. Но это опасно. Да, именно поэтому любой грамотный юрист никогда не порекомендует оформлять сделку на нерыночных условиях. Да, вы сэкономите в налогах, да, вы сэкономите в налогах, но вы потеряете машину, и такой риск существует. Сейчас, с учетом того, что банкротов все больше и больше, такие риски мы, к сожалению, все больше и больше обнаруживаем, и очень много людей попадает в эту неприятную ситуацию. Слушай, Алексей, я знаю то, что у вас уже число клиентов близится к 7 тысячам. Вот есть какой-то такой общий портрет, кто обращается за услугой банкротства? Это взрослые люди там, свыше, не знаю, 50, молодежь от 30. Как вообще, кто это приходит? Мы об этом думали тоже, и у нас 5 портретов сформировалось, не один. В принципе, понятно, что у всех проблемы свои, но в целом, первой категории, самая основная, это люди предпенсионного возраста, либо пенсионного возраста. Они работали, они зарабатывали, был один уровень доходов, уровень один расходов, одни ожидания, а затем, в связи с тем, что либо пенсия, либо снижение дохода перед пенсией, либо пенсионный, либо предпенсионный возраст, то не секрет, что мужчинам, допустим, предпенсионерам очень сложно устроиться. Доходы сокращаются, а кредитные платежи остаются. Это основная категория наших клиентов. Следующая категория клиентов, это клиенты, которых обманули. Это тоже очень большая категория. С кредитом. И с кредитами, и со сделками, и с утратой имущества. Очень много людей, которые попали в финансовую сложную ситуацию, когда их обманули. Это вторая по распространенности категории наших клиентов. Третья категория, как ни странно, клиентов – это молодежь. Очень много сейчас молодых людей пытаются начать свой бизнес, пытаются открыть свое дело, и не одно. И понятно, что это риск, и многие прогорают. Под эти проекты берутся кредиты, под эти проекты берутся какое-то финансирование. И мы с ужасом обнаружим, что 22-23 года человеку, а у него уже кредитов на несколько миллионов, и он уже банкрот, и ему нужно проходить процедуру. Ну и четвертая категория – это такая достаточно распространенная категория, когда людям, независимо от возраста или состояния, не пришлось нести расходы в связи с какими-то проблемами у родственников. Это либо состояние здоровья, либо проблемы с законом, либо еще какие-то обстоятельства. Но когда не откажешь в том, чтобы помочь человеку, берешь кредит для него, либо на лечение, либо еще на что-то, и, к сожалению, эти проблемы приводят к банкротству. Пятая категория – это категория клиентов, которые, к сожалению, наверное, запутались. Кредитные карты очень заманчивы. Вот, понимаете. Их так легко тратить. Банки предлагают кредиты чуть ли не каждый день, а в принципе, можно и каждый час получать предложение, да, и по электронной почте. И звонки от банков не прекращаются обычно у людей. И на каком-то этапе люди просто теряют контроль над собой. Один кредит, второй, третий. А затем начинается рефинансирование, затем начинают брать кредиты, чтобы закрыть платежи очередные, потом обращаются в микрофинансовые организации и приходят к тому, что вроде есть и доходы, да, вроде и зарабатывают люди, но сумма платежей по кредитам гораздо больше, чем даже ежемесячный доход, даже если он больше, чем средний. Это тоже категория банкротов. Вот это очень важно, потому что сегодня повсюду эта реклама заманивает. Очень хорошо мы про это тоже постоянно снимаем ролики. Я вижу, что действительно обмануть человека, так как, к сожалению, очень легко, как обмануть его в заблуждение. Знакомьтесь, Леонид. Леонид, здравствуйте. Добрый день. 32 года Леониду, человек открытый. Леонид, насколько я знаю, в 27 лет вы основали эту организацию. Вот расскажите, пожалуйста, как вам пришла в голову мысль заняться подобным бизнесом? В первую очередь, я видел большую востребованность и отсутствие какого-либо предложения. Огромное количество людей, у которых доходы не росли, закредитованность росла. Это была российская действительность на момент 2014 года. Уже на тот момент мы четко видели, что доходы остаются прежними, то есть реальные доходы населения перестали расти еще до Крыма. А вот закредитованность росла большими-большими темпами именно закредитованность населения. Соответственно, мы увидели, что те, кто попали в сложное финансовое положение, не имеют никакого доступа к юридической защите своих интересов. У банков есть большой штат юристов, а юристов, которые бы специализировались на защите прав должников, на тот момент не было. Это первое. Второе, на тот момент и не было института банкротства физических лиц. Данный институт или создание этого института обсуждалось, наверное, с десятых годов, с одиннадцатого года. Ну, естественно, что банки и другие организации лоббировали свои интересы и пытались не допустить возникновения этого института. Хотя, эта процедура, она действует во всех развитых рыночных экономиках и это неспроста. У каждого человека должна быть возможность начать свою жизнь с чистого листа. Никто не застрахован от рисков. Основная проблема юридического рынка заключается в том, что этим бизнесом в основном занимаются юристы-адвокаты, которые не получают соответствующего образования и соответствующего опыта. Именно поэтому, наверное, мы не знаем большого количества юридических компаний, у которых бы бизнес-процессы были бы налажены так, чтобы они могли работать и в Москве, и в Питере, и в Владивостоке. Все обычно ограничивается одним юридическим кабинетом, адвокатским кабинетом, небольшим коллективом. А унифицировать свои услуги, предоставлять тот же самый уровень услуг в Москве и Владивостоке, эта задача, к сожалению, с такой структурой не посильна. И мы смотрели именно в эту сторону. Мы четко видим, что развитие новых технологий позволяет и юридические услуги масштабировать за счет искусственного интеллекта, за счет машинного обучения. Мы сейчас движемся в направлении того, ну, уже пришли, что, например, наше заявление на банкротство практически полностью пишет робот. Мы заполняем все в нашей рукописной CRM-системе, и человеческая ошибка тут уже исключена. За счет этого мы можем банкротить огромное количество людей небольшими силами. И мало того, что мы унифицировали качество наших услуг, ввели единые стандарты, мы еще сделали, добились высокого производительности труда. Это означает, что небольшое количество квалифицированных юристов могут большому количеству людей оказать услуги. И это вторая основная задача, которую мы преследовали. Вот, если не первая, если честно, наша задача заключается в том, чтобы у всех был доступ к качественной защите юридической, чтобы у каждого было право на судебную защиту. Это то право, которое нам гарантирует Конституция, но мы совершенно четко понимаем, что те, у кого нету больших финансовых ресурсов, этого права лишены. если вам не дай бог назначат бесплатного адвоката, навряд ли вы можете получить качественную защиту своих интересов. Слушайте, вот и в подтверждение даже ваших слов, насколько я знаю, друзья, вы можете посмотреть, сказать, мы сидим в кабинете, на самом деле у вас огромный штат сотрудников, насколько я знаю, на сегодняшний день, на 2021, у вас уже по России 21 или даже 22 филиала, которые открываете непосредственно вы и эти филиалы открываются не по франшизе, то есть это все принадлежит вам. Мы сейчас находимся в центре Москвы, у вас здесь огромный офис, сколько у вас в подразделении работает примерно сейчас человек? Пока что наш штат рассчитывает 175 человек, в Москве из них работает 50, а все остальные работают в регионах России. Магия монтажа и согласитесь правильнее будет про развитие общаться с директором по развитию. Знакомьтесь, Константин, Кость, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, насколько я знаю, в 2017 году ты начал заниматься развитием региональным вашей организации. Как это было? Что было предпосылом? Рассказывай. Ну, давай начнем, наверное, с самого начала, такую маленькую предысторию. В 2017 году я в целом пришел в эту компанию работать, у меня уже был определенный бэкграунд по региональному развитию другой юридической сети, но здесь меня привлекло именно то направление, которое на тот момент уже было очень сильно актуально. В 2015 году ввели поправки в законодательство, раньше банкротились, как всем известны, юридические лица, и тогда это направление очень активно начало развиваться, мне, естественно, тоже очень сильно это направление понравилось. Исходя из этого, я пришел в эту компанию, и в 2017 году, когда я сюда устроился, здесь было всего лишь два офиса, вот здесь, в Москве, в центральном офисе, где мы сейчас сидим, маленький был вот этот вот кабинетик, где работало всего лишь 3-4 специалиста, пришел я весь такой амбициозный, говорю, давайте что-то делать, давайте менять эту страну, давайте спасать людей от кредитов и так далее. И в 2017 году мы начали активную региональную экспансию. Первый офис, который был открыт, мы взяли Республику Татарстан, город Казань. В Казани я учился организационным моментом, потому что надо не только знать закон, не только знать область применения, практики, нужно еще уметь обучить специалиста таким образом, чтобы действительно помощь была людям оказана на все 100%. путем пробы ошибок разные были варианты, все равно мы добились успеха в первом открытом офисе города Казань, обкатали, так скажем, систему, настроили все свои бизнес-процессы, тонкости и так далее, и дальше я собственноручно отправился покорять нашу страну. Вообще, кстати, если это кому-то интересно, я взял с собой жену, трехмесячного ребенка на руках, сел в самолет и улетел в Екатеринбург, и там я прожил полгода, открыл еще один офис самостоятельными силами, дальше также со всеми этими котомками, с детьми, собаками и так далее, я уехал в Новосибирск, там я прожил полгода, и за это время, то есть моя такая большая командировка была полтора года, за эти полтора года мы очень круто на самом деле начали разбираться в специфике не только области банкротства, а в специфике в целом организаторства большой-большой какой-то структуры. И с того момента вот мы с генеральным директором Сленом Михайловичем собрались, сели и построили целый план, так скажем, захвата географии нашего присутствия, нашей организации. Когда нас посадили на режим самоизоляции, мы начали очень активно работать над, ну так скажем, новым IT-решением, новым IT-продуктом, мы создали личный кабинет. А у каждого, кто в интернете находит запрос банкротства и так далее, если он наткнулся на нашу компанию, он сразу видит опцию зарегистрироваться в личном кабинете. Что дает личный кабинет? Во-первых, это постоянная онлайн-поддержка юриста. Во-вторых, в личном кабинете каждый желающий, каждый наш клиент может фотографировать свои документы на сотовый телефон, отправлять нам, тем самым упрощается как раз-таки документооборот. Ну и самое, наверное, главное, то есть, как все-таки получить консультацию? 21 век, скайпы, всякие любые видео-мессенджеры, которые позволяют проконсультироваться. Наши специалисты из колл-центра, они тоже, естественно, уже подготовились, и те люди, которые оставляют заявки с тех городов, где нет нашего физического присутствия, мы сразу доносим по телефону. Уважаемый клиент, важная задача получить консультацию, чтобы хотя бы понять, какие есть варианты. Примите вы с нами решение работать, не примите, как вам будет удобнее принимать решение вам всегда. Мы стараемся именно донести ценность того, что важно что-то хотя бы предпринимать. Иначе человек может оказаться в такой ситуации, когда он окажется, ну, так скажем, будет бездействовать. Бездействие, оно всегда приводит к очень ужаснейшим последствиям. Это рост долга, это коллекторы приставы, там перекрытие кислорода по полной программе. Да, мы не во всех городах можем территориально присутствовать. Ну, это же логично, мы не можем открыться там в городе, где есть 10 тысяч населения, для нас это там, ну, как есть, экономически нецелесообразно. Но человек, который, находясь в этом городе, к сожалению, не имеет возможности обратиться к компетентным специалистам. Ну, нет, в городе десятитысячники хорошего специалиста, юриста в любой области права, я сейчас не говорю, только в банкротство. Он нашел какого-то Васю, там, Федю, своего соседа и так далее, у него что-то там консультируется, но это, к сожалению, ему не помогает прийти к какому-то, там, не знаю, решению, там, его задачи. Именно поэтому мы еще и запустили процесс удаленки, так называемый, чтобы каждый человек имел право и мог себе позволить абсолютно бесплатно получить консультацию в любом месте, где бы он ни находился. Достаточно иметь телефон, интернет, там, ноутбук и так далее. А вот сейчас пришло время задать прям как раз в тему актуальный вопрос из инстаграма канала. Я вам его выведу на экран. Человек пишет следующее, что он сам лично прошел процедуру банкротства и вывод следующий, что нет смысла платить внимание юристам, аферистам, что эта услуга стоит, должна максимум две с половиной тысячи рублей, но никак не сто тысяч рублей, и что в принципе здесь ничего сложного нету, все он прошел сам. Люди его поддерживают, говорят, да-да, расскажи детально, но на этот вопрос ответите вы. Вот с точки зрения самостоятельно, ведь теоретически, вот я не дай бог захочу стать банкротом, я могу все сделать сам. Но у вас есть большой опыт, вот ответьте на этот вопрос, что вы считаете. Да, ну в принципе и клиенты часто нам такие вопросы задают, зачем вы вообще нужны, если у нас есть закон, если есть суд, мы можем самостоятельно обратиться. Дело в том, что, ну во-первых, за две с половиной тысячи рублей процедуру пройти банкротства невозможно, это сто процентов, это не соответствует закону. Минимальный размер расходов, которые несет любой банкрот на процедуру банкротства, начинается от 40 тысяч рублей. Это 25 тысяч рублей депозит, 15 тысяч это расходы управляющего и государственная пошла на 300 рублей. Вот без этих расходов процедура невозможна. Закон говорит, кто инициирует процедуру, то должен их сначала внести в депозит суда. Следующий вопрос о юридических услугах. Да, в принципе, можно и самому это сделать, можно изобретать и велосипед, и можно и самому попытаться и заявление составить, можно попытаться и представлять свои интересы, и найти финансоуправляющего, и провести предварительный финансовый анализ, и сопровождать, и представлять свои интересы перед финансоуправляющим, подготовить им необходимые документы, доказать суду, что здесь есть признаки неплатежеспособности, доказать финансоуправляющему об отсутствии признаков фиктивного преднамеренного банкротства, провести оценку всем своим кредитам на предмет оснований их получения, исполнения, оснований для прекращения исполнения. Я думаю, что мой список, я-то могу продолжить, и это уже ответ на мой вопрос. К сожалению или к счастью, процедура банкротства достаточно сложна. Закон устанавливает достаточно большие серьезные формальности для процедуры. Почему? Потому что суд освобождает гражданина от частных долгов. Не от государственных, не только от государственных. И получается, что для этого нужны веские основания. Очень большая проверка проводится. И пройти ее просто так, в упрощенном каком-то порядке, или за 2,5 тысячи рублей не получится. Здесь должны работать профессионалы, это однозначно. Например, заявление о признании гражданина банкротом. Оно у нас иногда составляет 100-200 листов. Формы специальные, которые заполняются при подаче заявления, они потом используются как доказательство в суде. Потом они используются финансовым управляющим для проведения анализа. И получается, что от того, как мы грамотно их составим, будет зависеть исход фактических дел. Те документы и те содействия, которые мы должны управляющему оказать, это должны делать профессионалы. Почему? Потому что управляющий очень мало времени на процедуру. И если это все делать не системно, неправильно, с недоделками, то управляющему легче отказаться от такой процедуры, чем ходить и доказывать гражданину или просить у него постоянно какие-то документы. Поэтому, к сожалению или к счастью, без посредника пройти эту процедуру невозможно. Это не наша прихоть, это объективная необходимость. И 98-99 процедур банкротства в России граждан, они осуществляются через профессиональных представителей. Это официальная статистика арбитражного суда о наличии представителей в делах о банкротстве. Сама практика показывает, что без профессионального представителя пройти эффективную процедуру банкротства невозможно. И здесь дело не в том, что кто-то хочет заработать, а дело в том, что эта процедура достаточно сложная. Кто-то может ли сам пройти процедуру банкротства? Да, может. Если вы владеете всей этой информацией, пожалуйста, проходите. И мы будем только рады за вас. И вы сэкономите достаточно большие суммы. Но это на практике очень редко встречается. Потому что, друзья, нужен опыт. У людей есть опыт. Здесь никто вас никак не призывает никогда не пытаться самостоятельно. Пробуйте самостоятельно. Надо обращаться к специалистам. Смотрите, есть такой сразу вопрос. Наверняка у всех возникает. У кого сейчас есть долг, кто думает, блин, а может попробовать обанкротиться? И мы с вами этот вопрос даже обсуждали. С точки зрения, а как понять, сколько услуга банкротства будет стоить человеку? У кого-то долг 700 тысяч рублей, и у него реально ничего нет. У кого-то там 3 миллиона, но у него есть квартира, машина. Алексей, расскажи, как вообще, с чего нужно начать, чтобы понять, сколько человеку вообще хотя бы будут стоить услуги банкротства? Ну, к сожалению, ответить на этот вопрос только по 3-4 вводным невозможно. Сама процедура, ее сложность, ее сроки, течение, зависит от множества факторов. И вот, например, наша задача, это задача, которую мы перед нашими консультантами ставим на бесплатные консультации. Это как раз выяснить необходимую информацию, чтобы определить трудоемкость процедуры. Как она будет проходить? Будет ли она проходить с такими-то нюансами или с другими нюансами? Вот это задача, которую наши консультанты решают на бесплатные консультации. Определяем трудоемкость, и только исходя из этого мы можем сказать о сумме. Процедуры банкротства бывают очень разные. Да, и понятно, что бабушка с долгом 300 тысяч рублей, у которой ничего нет, кроме квартиры и пенсии. И предприниматель, физическое лицо, которого долг составляет несколько миллиардов рублей, такие тоже бывают. Эта процедура принципиально разная, но, соответственно, и стоимость абсолютно разная. Поэтому стоимость процедуры, допустим, у нас определяется на бесплатные консультации, после того, как мы выясним все необходимые нюансы. Мы сразу договариваемся на берегу о стоимости услуг. Мы сразу определяем, сколько это будет стоить и примерно, сколько будет длиться, чтобы не было у клиентов потом претензий. Алексей, вот сюда добавим следующее. Ты говоришь, что процедура банкротства в среднем занимает 10, ну ладно, год округлим. Для того, чтобы ее запустить, у человека должно быть 3 просрочки по платежам. Вот, соответственно, обращаясь к вам, делая там эти 3 просрочки по платежам. В любом случае, человеку параллельно начнут звонить из банка. Банк может продать долг коллекторам. Это совсем другой разговор. Соответственно, его будут уже там трястить, терроризировать. Но трястить, терроризировать я в кавычках говорю. То есть, все равно неприятное общение. Вот это как раз то, что откладывает на человеке стресс. Вот вопрос, как это все проходит с точки зрения того, что, допустим, я захотел запустить процедуру банкротства, и как мне общение с коллекторами вести? Как вообще делать? Типа, не платишь ты. Ну хорошо, они будут звонить, и им что говорить? То, что я просто банкротчу, что ли? Этот вопрос только из психологии. Значит, когда любой банкрот рано или поздно столкнется с этой ситуацией, он должен быть подготовлен, и мы своих клиентов к этому готовим. Значит, если у вас нет возможности платить по кредитам, вы можете либо дожидаться, пока банк обратится в сутки, либо запустить процедуру банкротства, что вы, в принципе, и делаете, обратившись к нам. Следующее. Задача кредитора – вернуть свои деньги. И, в принципе, она понятна. Я понимаю представителей банка, почему они хотят вернуть деньги. Это их деньги, это их работа. И для этого они используют методы психологического воздействия давления на людей. Это очевидно, это достаточно информация публичная. Диалоги, которые строят представители кредиторов, они разработаны и смоделированы психологами. Два-три слова можно сказать человеку о его долге, о его ситуации. Вы будете понимать, что это абсолютная чушь, но весь вечер и вся ночь вам испорчена. Этим, этого они и добиваются. Основная задача коллектора – это вывести вас из состояния равновесия, что вы, как любой нормальный человек, пытаясь туда попасть, что-то сделали. А что сделали? То, что они сказали – верни деньги. И люди идут и занимают у соседей, у родственников, продают имущество, делают необдуманные реструктуризации, рефинансирование, берут еще одни кредиты, фактически загоняя себя в яму. Мы предлагаем всячески прекратить общение с этими товарищами. Ни слова мы советуем не говорить нашим клиентам, не общаться принципиально с этими коллекторами, и тогда вопрос будет закрыт. С учетом того, что это их работа, с учетом того, что они должны это делать, потому что они зарабатывают этим деньги, потому что банк только из-за этого живет, с учетом того, что абсолютно никак не стоит переживать, и абсолютно не стоит переживать за свою безопасность, за безопасность своих детей, все это пугалки, наши клиенты после такой подготовки, в принципе, нормально это воспринимают. Самый лучший способ – это поменять номер телефона, и такое многие делают. Алексей, подводя черту, вот давай сделаем общий такой вывод. Соответственно, как это происходит? Пришел человек к вам на бесплатную консультацию, как рассказали твои коллеги, это в принципе можно сделать по всей стране, уже у вас куча филиалов открывается, ваших же. То есть ему там рассказывают конкретно по его долгу, что можно сделать. Что я делаю со своей стороны? Только лишь подают нужные документы, которые вам, все остальное вы решаете. И какова, вот самое главное, ребята, внимание, гарантия того, что то, что обсудилось на первой встрече, будет по факту выполнено, а не получится так, что, ой, извините, мы все сделали, что-то у нас возможно, суд принял решение не в вашу сторону, поэтому плоти, ну, условно. Что мы делаем и что будет проходить в процедуре, пока только мы с вами начнем работать? Первое, что мы начнем, это проведем повторный анализ. Подготовленное банкротство, это вот залог успеха, успешного списания долга, поэтому мы обращаемся и к управляющему повторно, мы обращаемся к нашим аналитикам, мы просим их повторно изучить ваше дело. Следующий этап, это сбор документов, он потихоньку будет проходить на всем этапе, но в самом начале, это подготовка и анализ поступивших документов. Далее, это подготовка самого заявления, оно достаточно сложное, там специальные формы установлены. Вот этот весь комплект сдается в арбитражный суд. Суд рассматривает дело где-то в течение трех месяцев, но бывают и исключения, бывают и ускоренные процедуры, бывают и задержки, но в целом три месяца это тот срок, который законом установлен для суда. Вот на первом этапе суд только установит, что у вас есть проблема, и запустит эту процедуру, назначит управляющим. Работа управляющего, это вот уже завершающий этап, он анализирует повторную информацию об имуществе, о сделках, анализирует обстоятельства, как вы брали кредиты, как платили, почему перестали платить, готовит специальные заключения, собирает кредиторов на собрание и изучает, а сколько же у вас долгов. Только после этого на окончательной процедуре уже завершается процедура с писанием долга. Это достаточно сложный этап, это сложная процедура, но вот она проходит вот так. Гарантия. Гарантия. Значит, если информация, которую клиент предоставляет нам на первичной консультации, соответствует действительности, то мы, когда принимаем на себя дело, даем ему определенные гарантии по списанию долга. Да, бывают и сложные процедуры, да, бывают и сложные ситуации у клиентов, где мы не готовы дать гарантии. Но в случае, если в самом начале процедуры вы нам все рассказали, и мы вам сказали, что да, это возможно, мы доведем это дело до конца, чтобы это нам не стоило. Да, потому что бывают и сложности, бывают и суды изначально отказывают гражданам, бывает, что нам приходится обжаловать эти решения. Мы добиваемся решений и положительных исходов уже в окружных судах, более высокого уровня, но добиваемся результата. Вопрос. Некоторые люди боятся банкротства, потому что само по себе слово такое неприятное, стараются, это банкротство, а ты банкрот, ты обанкротился. То есть, ну, такое психологически тяжелое слово. Как оно есть на самом деле? Если человек прошел процедуру банкротства, все, долг списали, у многих тут же возникает вопрос, а что, я больше кредиты брать не смогу? Хотелось бы сказать, не сможешь и не надо тебе больше никуда лезть. Но с другой стороны, говорят, что есть какой-то срок, вот что происходит после списания. Сможет ли он в дальнейшем еще раз бляпаться? Отвечу на этот вопрос так, что, во-первых, банкротство это не преступление. И это процедура социальной финансовой реабилитации, так ее закон определяет. Поэтому сравнивать ее с преступлением, а банкрота с преступником абсолютно не стоит. Это неправильно. Вы обязаны пройти процедуру реабилитации, обратиться к помощи государства, вы это делаете. Что касается последствий. Законом для простых людей, а мы наверняка про таких говорим, предусмотрено всего три ограничения. Первое ограничение. Нельзя некоторое время руководить юридическими лицами. Три года вам нельзя быть генеральным директором организации, грубо скажем так. Но, например, замдиректором вы сможете быть. Вопрос-то можно закрыть достаточно просто, да. Кроме того, директором может быть ваша супруга. Следующее ограничение это в течение пяти лет после завершения процедуры, в случае, если вы берете кредиты. И банк спросит у вас, были ли вы банкротным или нет, вы обязаны рассказать да. Эта обязанность установлена законом. Я понял. Если я ее нарушаю. Если вы нарушаете, банк этот долг может дальше не списать. Это мы говорим о третьем ограничении. Банкротиться можно со списанием долга только раз в пять лет. Банкротиться со списанием долга можно только раз в пять лет. Закон позволяет нам только один раз в пять лет обратиться в суд и списать свой долг. Не чаще. Вот если вы нарушите второе ограничение и обманете банк, то в этом случае ваш долг просто не спишут в следующем банкротстве. Вот и все. Какие долги списываются в банкротстве, а какие нет? Все списываются долги, кроме некоторых. Первое – это причинение вреда жизни и здоровью. Второе – это алименты и все, что связано с личностью гражданина. И третье – это ущерб, который руководитель организации причинил самой организации. Глобально это три долга, которые нельзя списать. Ну, не считая уголовных дел. А так все остальное можно списывать. И кредиты, и частные займы, и долги по жилищно-коммунальным платежам. И самое интересное – это микрофинансы организации. И другие любые долги можно списать. И это делают в процедуре банкротства гражданам. Можно ли обанкротиться, если есть ипотека или автокредит? Условно. У меня есть одно единственное жилье, но оно в ипотеке. Подав на банкротство, что будет? По закону имущество нужно будет реализовать и вырученные средства отдать кредитору. Но, в принципе, если другого выхода нет, то банкротство при ипотеке – это самый минимальный, с минимальными потерями выход из этой ситуации. Потому что, во-первых, процедуру банкротства зафиксируют задолженность. Во-вторых, есть вариант выкупить эту квартиру у самого же себя или через родственников. Есть вариант договориться с банком о мировом соглашении, либо о рассрочке через процедуру реструктуризации. Не все так просто. К сожалению, эти вопросы очень сложные, когда они связаны особенно с единственным жильем в ипотеке. Поэтому здесь мы предлагаем прийти на консультацию и готовы предложить, если возможно, варианты. Очень популярен, насколько я знаю, и вам его часто задают. Возможно ли банкротство, если у человека есть работа? Да, конечно. Важно не сколько вы зарабатываете, а достаточно ли хватает вам на жизнь. У нас в процедуре банкротства граждане могут зарабатывать и по 400, и по 500 тысяч рублей. Но если ваш долг, ежемесячный платеж, составляет 800 тысяч рублей, то вы банкрот. Еще раз. Важно не сколько вы зарабатываете, а сколько вы тратите. Вот таким получился этот сюжет. Согласитесь, ведь это полезная информация. Послушать информацию от первоисточников, от людей, которые этим занимаются каждый день. Кто-то наверняка напишет весь ролик, одна сплошная реклама. Это все реклама, реклама, реклама. Ребята, важно понимать, какую информацию вам бесплатно доставляют люди, чем делятся с вами. И теперь вы знаете, как проходит процедура банкротства. От себя скажу следующее. Прежде чем взять кредит, подумайте. Подумайте несколько раз и сделайте выводы, точно ли вы сможете довести дело до конца, для того, чтобы не прибегать к услуге банкротства. Тем не менее, эта процедура абсолютно легальна, абсолютно законна. Многие люди ей пользуются и остаются ей довольны. Выводы здесь делать только вам. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм-канал, потому что там всегда выходят свежие новости. У меня на этом все. До новых встреч всем. Пока-пока.